МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонт или дискомфорт? На что жалуются жители нескольких домов по проспекту химиков? Дождь в квартире, неждикамцы борются с потопом и ищут виновных. Взяли в аренду, кто из игроков Рубина будет защищать цвета нефтехимика? Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров, здравствуйте. В уголовное дело в отношении руководителя филиала МГИ Олега Галеева, которого обвиняют в том, что он брал взятки у иностранцев, вмешалась Москва. Подсудимый, пытаясь доказать свою невиновность, обратился за помощью к столичным адвокатам и программе «Человек и закон». Продолжит Наталья Лушникова. На это судебное заседание Олег Галеев заходит хоть и под конвоем, но с верой, что будет оправдан. Ведь к делу подключились московский адвокат, а также журналист программы «Человек и закон». К чему вы обратились в «Человек и закон»? Ну, потому что идет полный беспредел. Потому что, если вы обратите внимание, свидетели, вот не зря же вам запретили съемку. Потому что идет полный беспредел. То есть, голословное обвинение ничем не подкрепленное. Как только мой защитник задает конкретный вопрос, судья его тут же снимает. Или прокурор тут же заявляет ходатайство об отводе данного вопроса. То есть, идет откровенно заказное дело. Вести фото- и видеосъемку, несмотря на настоятельное ходатайство со стороны защиты, действительно запретили не только нам, но и Первому каналу. По мнению гособвинителя, это мешает судебному процессу. Данная фото- и видеосъемка и, соответственно, самосъемка будет мешать введению допроса свидетелей по настоящему вопросу. С чем? Или прошел тогда все отказать. В итоге при допросе свидетелей присутствие журналистов в зале суда было разрешено без использования каких-либо записывающих устройств. Как следует из показаний, свидетели Олег Галеев сначала лично, а потом через посредницу брал деньги жителей Таджикистана и Узбекистана, которые, чтобы получить патент для трудоустройства в России, обязаны были сдать экзамены на знание истории, права и русского языка. Пользуясь своим служебным положением, Галеев давал разрешение ставить липовые оценки, а в знак благодарности брал по 7 тысяч рублей с каждого. Однако сторона защиты с ходом расследования не согласна. Следствие было предвзятое. Обвинение на силу исключительно уклонно выложилось в сторону обвинения. Отсутствовал полностью принцип связательности сторон. Мой подзащитный, на данном случае Галеев, не является субъектом преступления, по тому преступлению, которому он предал обвинение. В уголовном деле отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие мою вину. И все строится исключительно на показания двух свидетелей, которые были запуганы сотрудниками правоохранительных органов. Будем очень надеяться, что все-таки суд разберется с этими проблемами, вынесет закон и обоснованное решение освободит моего подзащитного спорта стража. Судя по жесткой позиции, как стороны обвинения, так и стороны защиты, процесс предстоит долгий. Это показало и сегодняшнее судебное заседание. Когда был допрошен только один свидетель из 25 заявленных по этому громкому делу. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР. Развлечения на 30-метровой высоте. В нашем распоряжении появились кадры, от которых кровь стынет в жилах. Школьники лазают по грузоподъемному крану. Это опасное увлечение, у детей новое, а вот место действия уже известное. Это долгострой возле 33-й школы. Есть ли способ ликвидировать замороженный более 10 лет назад объект в сюжете Анастасии Поповой? Эта стройка не раз становилась объектом нашего внимания. Мы часто здесь снимали сюжет и тема каждый раз была одна и та же. Дети бегают по стройке. Для ребят бегать по стройке, это, видимо, теперь не актуальность. У них новая забава. Кто выше заберется на этот 30-метровый кран. И первые видео уже поступили. С каждым разом игры подростков становятся все экстремальнее. И теперь они смертельно опасны. Сюда может проникнуть любой доступ абсолютно свободный. Забор, которым был огорожен, объект по неизвестной причине снесли. Пойти на эту заброшенную стройку можно из разных мест. Вот, например, дверь, которая, по идее, должна быть закрытой, поскольку здесь есть рабочий замок. Но, как мы видим, заходи не хочу, все открытое. Больше 10 лет этот долгострой привлекает внимание юных экстремалов. Как нам сообщили в мэрии, изолировать его от детей не представляется возможным. По документам, это здание принадлежит обанкротившемуся химстрою. Такие объекты, вырушенные именно с химстроем, мы никак не могли достучаться и что-либо делать. Мы выжили желание оградить вторым ограждением их территорию, по территории муниципалитета, чтобы их территория осталась внутри, как островок. Но тоже нельзя, но должно доступно обеспечить их на их территории этой нашей собственности. Эта стройка напротив 33-й школы постепенно превращается в аномальную зону. И это здание в скором времени может служить уже декорацией к фильму «Сталкер» по роману братьев Стругацких «Пикник на обочине». Пейзажи, вправду, сюрреалистичны и далеко не безобидны. Опасность скрывается за каждым поворотом. Нижникамцы задаются вопросом, неужели должна произойти трагедия, чтобы были предприняты меры по ликвидации объекта или хотя бы его изоляции. Анастасия Попова, Ренат Харасов, Новости НТР. Территория у домов мира 3,5 сегодня была оцеплена правоохранителями. На месте работали саперы. По некоторым данным, там обнаружили неразорвавшийся снаряд салюта, который накануне запускали в честь праздника Нижникамск-Нефтехима. Сотрудники органов отреагировали на сообщения жителей оперативно. Местность оцепили, а сам подозрительный предмет изъяли. Все прошло быстро и без угрозы для жильцов. Родственникам пришлось разбираться в суде. Теща хочет взыскать зятя, ущерб за поджог своей квартиры. Эта история произошла в апреле. Во время пьяной ссоры 38-летний мужчина спалил жилье. За свой поступок теперь придется отвечать в суде. Алсуар Сланова продолжит. Я с ним уже не разговариваю больше. Не общаюсь? После случившегося родственники не общаются. Сегодня на судебном заседании они увидятся в первый раз после пожара. Теща обвиняет своего зятя в умышленном поджоге. Кухня вообще вся, до бетона вся выгорела. Все, до сих пор у нас там голый бетон. Сажу-то, конечно, все это убрали. Двери все сгорели. Этот инцидент произошел в апреле. Мужчина нарочно спалил квартиру, где проживал вместе с женой. Назвать образцовой семьей их было нельзя. Постоянные пьянки, драки, угрозы. И вот в один день 38-летний мужчина перешел от слов к делу. Сгорело буквально все, даже вещи в шкафах. Сейчас пострадавший через суд пытается возместить убытки. Сейчас ему выставляют 250 с чем-то. Ну как все, там же с износом. Когда приобрели, тогда, во-первых, что-то приобретали. Все, цена меняется. Там все надо приобретать. Там на кухне сколько всего надо восстановить. Там ни холодильника, ни плиты, ни шкафов. Ни счетчиков. Счетчики пришлось новые поставить. Все обновлять пришлось. Мужчину привели под конвоем. Его задержали, когда он не явился на первое заседание. Теперь до конца судебных разбирательств будет сидеть за решеткой. На заседание пострадавшего подала ходатайство, чтобы дело рассматривалось в общем порядке. Несмотря на то, что подсудимый признал свое вину. Суд просьбу удовлетворил. Женщина хочет, чтобы ее зять понес максимальное наказание. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Алсу Арсланова, Максим Липин. Новости НТР. Нижнекамцы, чьи платежи не дошли до единого расчетного центра после краха. Татфонд банка попали в специально созданный реестр. И скорые деньги, которые были направлены на оплату коммунальных услуг, могут дойти поставщикам этих услуг. На данный момент в ЕРЦ зафиксировано 104 таких лицевых счета на общую сумму почти в 483 тысячи рублей. Подать заявку на включение в реестр нужно было до 31 июля. Единый расчетный центр заявку подал и теперь ждет, когда отработается механизм по размораживанию этих платежей. Гроза, сильные ливени, шквалистый ветер. Накануне вечера в Нижнекамске бушевал ураган. В социальных сетях появилось множество фотографий, последствий и капризов природы. Огромные ветки, заборы не выдерживали порывов ветра. Например, во дворе улицы Тукая дерево упало прямо на припаркованный автомобиль. Он получил серьезные повреждения. Деревья падали не только на машины, но и на людей. Вчера, по крайней мере, в социальных сетях появилась информация о том, что в парке семья упала дерево прямо на мальчика. Мы проверяли информацию, но ее никто не подтвердил. С подобными обращениями в больницу никто не обращался. Но от сильного дождя пострадали жители верхних этажей дома 83 по проспекту Химиков. Уже второй день не пытаются спасти свое имущество от последствий дождя. Вода, которая проникает через крышу, течет по люстрым стенам и по водосточным трубам. Чтобы она не уходила на нижние этажи, люди вынуждены заставлять свои квартиры тазиками. А помимо борьбы с водой, жители дома готовятся к борьбе за справедливость. Ведь у них есть предположения. Все-таки из-за чего это произошло? Скорее всего, произошло из-за ливневки. Рабочие, которые делают кровлю, говорят, что ржавая ливневая труба... Сегодня должны были прийти рабочие с домоправления заменить ливневую трубу. Но их нет. Время обед. Уже с вчерашнего дня идет дождь и нас заливает. Новая дорога появится. Парковочные места сократятся. Жители нескольких домов по проспекту Химиков недовольны, что из-за капитального ремонта их дворов теперь многие автовладельцы не смогут ставить машины во дворе. Но так ли это и правильно ли ведется ремонт дорог, узнавала Светлана Шумкова. Ладно, мы здесь припаркуем. Вот здесь припаркуем. Здесь что останется? Здесь машина уже не проедет. Не развернется. Новая дорога еще не достроена, но возмущение уже налицо. Мария и другие автовладельцы уверены, из-за ремонта парковочный карман сократили на 5 метров. Если раньше сюда помещалось порядка 8 машин, после ремонта влезет не больше трех. На наш вопрос, почему нам не расширили парковочные места, нам ответили. Паркуйтесь либо вот здесь возле дороги тем самым. Мы, если здесь припаркуется одна машина, здесь будет проезд уже закрыт. Либо паркуйтесь на платной парковке возле автовокзала. Вот напрямую нам так и сказали. Люди рассказывают, что до ремонта сюда приходила комиссия. Записывали номера машин жильцов, узнавали пожелания, обещали их учесть, однако не учли. Нам сказали, что деревья уберутся, но деревья не убрали. Ладно, мы согласны. Но вы расширите, они сейчас там пасают бордюры, все, мы уже никуда не можем. И пасают не можем. Но, как и бывает в любом конфликте, жильцы разделились на два лагеря. Автовладельцам нужны места для машин. Те, у кого их нет, довольны, что ремонт дорог вообще начали делать. Мне все устраивает, мне нравится. Мы давно это ждали, мы столько писем писали, чтобы нам сделали эту дорогу. И сейчас, чтобы быть против, я говорю, я вообще не знаю. Разрешить спор вышла рабочая комиссия. Жильцам объяснили, что дороги во дворах сделают шире. Появится тротуар, парковочные места увеличат лишь там, где по генплану есть такая возможность, учитывая при этом проходящие под землей коммуникации. Обязательно во всех дворах, где нет парков, то есть тротуары, сделать тротуар не менее метров 20. Где возможно полтора, где возможно метр. А где в некоторых дворах можно около метра получается. То есть, как можно, уширение. Где-то мы уширяем дорогу около 5 метров, где невозможно 4,5, но меньше 4 нигде не делаем. А вообще, в рамках капитального ремонта дорог прибавится еще 50 парковочных мест на 6 домов. Специалисты сейчас решают, где их сделать. Однако комиссия пообещала, что выйдет еще раз на разговор с жителями, чтобы выслушать и учесть все их пожелания. Всего же республика выделила на ремонт внутридворовых дорог 218 миллионов рублей. В этом году отремонтируют 40 дворов, а вообще в ремонте нуждаются более 500 дворов. Но ими займутся уже в последующие годы. Светлана Жемкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Около 22 тысяч нижнекамских работающих пенсионеров с этого месяца будут получать надбавку. Коэффициент пенсии увеличится максимум на 3 балла, то есть примерно на 235 рублей. Такие корректировки вступают в силу с 1 августа и внес их в Пенсионный фонд России. Всего в Нижнекамске проживают чуть более 78 тысяч пенсионеров. Очередное повышение пенсии и социальных пособий ожидается 1 февраля 2018 года. В Нижнекамск привезли мощи преподобного Серафима Саровского. Находятся они в приходе Рождества Христова, который расположен недалеко от Дома Мира 95. Мощи пробудут здесь с 1 по 7 августа. Верующие просят святого о здоровье, благополучии в семье и исцелении. Приложиться к его мощам могут все желающие. Храм работает с 7 утра до 5 часов вечера в будни и с половиной девятого утра в выходные дни. Принято приходить просить у святых. Святые обращаются к Богу, их молитва быстрее доходит к Богу. Поэтому можно с любыми просьбами приходить, обращаться к святому. И все, что нам полезно, Господь пошлет по молитвам святого. То есть все нижнекамцы могут прийти, спокойно приложиться, попросить у преподобного Серафима Саровского какие-то, что у них, в чем нужда есть. Лекции, семинары, курсовые работы для многих абитуриентов мечты о поступлении в ВУЗ станут реальными. Через два дня будут известны имена поступивших на бюджетные места. В первую волну зачисления войдут 80% бюджетников от общего набора. Как работает механизм приема ВУЗа, расскажет наш корреспондент. У меня справка есть, и потом вот паспорт. Анастасия Антонова приехала с Белорецка, привезла подлинники документов и теперь внимательно заполняет заявление на прием в ВУЗ. У нее очень большие шансы поступить на бюджет в лучший институт Нижнекамска. Всю жизнь девушка мечтала работать в нефтехимической отрасли, и через пару дней эта мечта может осуществиться. Я подаю на механический факультет, на ресурсосберегающие процессы. Это пошло, наверное, двоюродной сестры, то, что она вот работает как раз-таки с нефтью, вот с этими, в этой сфере. И меня это как бы тоже потянуло, привлекло. Зачисления в ВУЗы проходят в так называемые две волны. В списке поступивших в первую будут известны третьего числа. Приказ о зачислении войдут лишь те, кто сдал подлинники документов. Но бюджетников будет лишь 80% от плана набора. Остальные 20% станут известны 6 августа. Их отберут из тех, кто доздал оригиналы документов. 26 числа закончился прием документов на бюджетное финансирование по программе бакалавриата. На данный момент подано на дневное отделение 5 заявлений на место. И на вечернее 2 заявления на одно бюджетное место. В целом у нас по программе бакалавриата 126 бюджетных мест. Мы также продолжаем прием документов на бюджетные места по программе среднепрофессионального образования. Это 50 мест. И по программе магистратуры тоже 50 мест. Тем абитуриентам, кто планирует поступить на бюджетное обучение в высшее учебное заведение, следует как можно скорее принести подлинники документов. Осталось несколько дней до формирования приказа о зачислении первокурсников. Анастасия Попова, Ренат Харасов, Новости НТР. Мокрые, но счастливые. Праздничный концерт в честь юбилея Нижнекамск-Невтихима был под угрозой срыва из-за погодных условий. Но наших людей дождем не напугать. В итоге в парк пришло более 20 тысяч горожан. Алсо Расланова о том, как дождь не смог помешать жарким выступлениям артистов. С юбилеем Нижнекамск-Невтихима! Ходулисты, мимы, трансформеры, герои мультфильмов. Все, чтобы горожане почувствовали атмосферу настоящего праздника. Ведь юбилей Нижнекамск-Невтихима касается практически каждого жителя города. В парке нефтехимиков собралось очень много людей. Но все карты спутала погода. Проливной дождь заставил большинство покинуть праздник. Остались только самые стойкие. Горожане не хотели поддаваться к капризам природы. И даже когда концерт пришлось приостановить, чтобы проверить аппаратуру, люди оставались ждать. И вот долгожданный выход кавер-группы из Самары. Жарят лето по-настоящему зажгли публику. Дождь остановился, тучи рассеялись. На звуки популярных хитов горожане снова начали подходить в парк. Все с нетерпением ждали выхода дуэта «Артик» и «Асти». 20 тысяч горожан подпевали артистам. Энергия, драйв и эмоции. «Артик» вышел к поклонникам. Каждая песня принималась на ура. Но больше всего нижнекамцы ждали хит последних недель. Композиции «Неделимые». Поздравляем Нижнекамск «Нефтехим» с этим замечательным событием. 50 лет и процветание, чтобы всегда завод развивался, чтобы продукция и производство росли, и, конечно же, рабочие места появлялись. И город рос. Конечной точкой празднования стал невероятно красочный салют. Нижнекамцы говорили, что таких залпов не видели давно. Алсу Арсланова, Максим Липин. Новости НТР. Сегодня день рождения отмечает заслуженный врач Татарстана Любовь Куракина. Благодаря ей на свет появились тысячи малышей. Женщины становились мамами. Но по стопам врача пошли ее дети и внуки. И сейчас семью Куракинах можно смело назвать медицинской династией. В гостях у именинницы побывала и наша съемочная группа. С дровой борюсь. Как не борюсь, она все равно растет. Сейчас Любовь Куракина живет на даче, выращивая фрукты и овощи. Несколько лет назад вышла на пенсию. Основательница гинекологической службы города отдала медицине более 50 лет. За полвека, говорит Любовь Александровна, в медицине произошел огромный прорыв. Колоссальная разница в здравоохранении, что сейчас и что было. Если я начинала здесь работать, даже анализ крови ночью бы не могли сделать. Простой. Роя лейкоцитоз гемоглобин. То сейчас посмотрите. Ведь в приемном покое все делают. И УЗИ, и биохимию, и клинические анализы крови, и обследование всеми специалистами. Медицина Любовь Куракина пришла не случайно. В доме, где она росла, располагался фельдшерский пункт. Там лечили эвакуированных в Татарстан ленинградцев. Уже тогда маленькая Люба для себя все решила и не ошиблась. За годы работы она провела тысячи успешных операций. За ее практику не было ни одного летального исхода. На свет появились тысячи нижнекамских детей. Она воспитала и научила не одно поколение гинекологов. Ее дочь Ольга тоже известный в городе врач. Внук Григорий закончил третий курс медицинского университета. После окончания вуза он будет работать врачом клинической диагностики. Преимущество в том, что они могут опыт передать колоссальный. То, что у книг дома огромное количество по медицине стоит огромное количество книг. Как-то проблем с литературой в каких-то поисках никогда не было. Как-то, ну все равно подсказать, что-то направить, где как-то лучше выучить. Все равно в этом есть плюс в медицинской семье. Я пришла работать в то отделение, в котором я родилась. В 1972 году вторая городская больница была открыта. В 1973 году мама уже заведовала этим отделением. В этом отделении я родилась. В это отделение я выросла. После школы приходила к маме на работу. И потом уже, закончив институт, я уже пришла в это отделение, в эту больницу работать. Приходит на обследование женщина, спрашивает, кем я дочкой являюсь, если я дочерью своей мамы. Я говорю, да, являюсь. И очень много, кто передает приветы, благодарят, рассказывают, что жизнь спасла, что помогла в тяжелой ситуации. Сегодня, в свой день рождения, Любовь Александровна снова пересматривает фотографии. Здесь друзья, коллеги и ученики, которые, кстати, сегодня обязательно приедут поздравить своего учителя. Как признается именинница, она ни о чем не жалеет. Все успела и многое сделала. Единственное, мечтает, чтобы женщины научились любить себя и следить за здоровьем. А женщинам обязательно к врачам ходить. Молочные железы обязательно за ними наблюдать. Раки яичника очень злокачественные и очень протекают быстро. Очень больно, когда говорят, что врачи там плохие, врачи такие-сякие. И вот не досмотрели. Но это не машина, не механизм какой-то. Это человеческий организм. Они даже вот атипичны бывают, течение одного и того заболевания у разных женщин бывает совершенно разное. И врачу все пригодать невозможно. Асу Юматова, Максим Липин, Новости НТР. Отечественный производитель, который сделал себе имя к качествам своего товара, его низкой стоимостью и богатым разнообразием. Все это о выставке Ивановского текстиля, которая вновь приехала в Нижнекамск. Постельное белье, мелкие бытовые товары, одежда. У нижнекамцев появился отличный повод посетить Дом народного творчества, где находится ярмарка. Ивановский текстиль давно зарекомендовал себя в нашем городе. Как только выставка приезжает в Нижнекамск, горожане сразу отправляются совершать покупки. Привлекает их не только низкие цены, но и разнообразие товара. А потому появились уже постоянные покупатели. Два одеяла детям. В качестве подарка? Да, да. Свои такие есть, мы брали. Ну, нам нравятся, просто они и легкие, и удобные. Качественный товар. Ивановский. Качество, безусловно, в приоритете при выборе белья. Но ивановский текстиль радует и яркой палитрой красок. Отличным приобретением станет комплект детского спального белья с изображением любимых мультгероев. Дополнить его можно вот такой подушечкой. Для детей, то есть, яркие расцветки. Потому что, ну, дети любят такое. По-моему, неплохой выбор, опять же, комплектов постельного белья, как в детскую кроватку, так и уже на более взрослого ребенка. То есть, полуторную, полуторную кровать. На матраснике, на резинке, водолазки из вискозы и хлопка. Стильные полотенца. Каждый покупатель найдет себе товар по душе и карману. Выставка ивановского текстиля расположилась в Доме народного творчества и пробудет там до 5 августа включительно. Режим работы с 10 утра и до 7 вечера. Ну и на этом у меня все. Далее вас ждет спортивный обзор от Кирилла Давкаева. Я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите на наш сайт. Его адрес ntrdefis24.ru. До встречи. Продолжаем подевать девушек и бабушек. Пальто, куртки, плащи, ветровки. Стильные и практичные. Адрес помним. Торговый центр «Березка», 1 этаж, павильон 111. Доступные цены, сезонные скидки. Лечим зубы, получаем скидки. Только в медицинском центре «Новый» и только до конца лета скидка 10% на лечение и протезирование. Новостоматология «Шинников 57». 40 66 77. Свежие продукты по очень приятным ценам в новом магазине «Гастроном». Деревенское мясо, куриная продукция, рыба и колбаса, фрукты и овощи, кондитерские изделия. Приходите за покупками. Магазин «Гастроном» ТЦ «Шатлык». Мира 59. Имеются путевки в четвертую смену детского оздоровительного лагеря «Юность», расположенного в живописной корабельной роще. Продолжительность четвертой смены 21 день, с 9 по 29 августа. Телефоны 36 85 87 и 36 84 00. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Хоккейный реактор стартовал на юбилейном турнире на кубок хоккейного клуба «Салават Юлаев». Игры проходят в Уфе. Первым матчем нашей молодежки стала встреча с белыми медведями. К кричению наших болельщиков, дожать соперника подопечным Касаткину не удалось. И в итоге наша команда потерпела поражение с минимальным счетом 2-3. Во второй игре наша молодежка встретилась в сопротивлении хантомасийских «Мамонтов» Югры. Игра прошла в равной борьбе. По итогам первого периода на табло красовались нули. Ситуация изменилась в следующие два периода. Счет шайбам открыл Тимиров. Соперники сравняли. К перерыву, что фигурен вывел свою команду вперед. В заключительном игровом отрезке команды по разу обменялись шайбами. И в итоге Викторию праздновал «Реактор» 3-2. Эта победа стала первой на турнире для команды старшего тренера Вячеслава Касаткина. В эти минуты «Реактор» играет с толпаром. Ну а пока наша главная хоккейная дружина готовится к первому претезонному турниру, в Астане появились новости об очередных изменениях в составе. Так, расположение команды покидает защитник Андрей Перевышин. Он перешел в «Нефтехимик» из Новокузнецкого металлурга в декабре 2016 года. В апреле с 32-летним игроком был подписан новый контракт до конца сезона 2017-2018. Перевышин является двукратным обладателем Кубка Гагарина и Кубка Европейских чемпионов в составе Казанского Акбарца за Нижнеканский клуб. Перевышин провел 13 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи при показателе полезности плюс 5. Генеральный директор «Нефтехимик» Рэлла Якупов прокомментировал расторжение контракта. Андрей – опытный игрок. Планировали в первую пару с Андреем Сергеевым, но он не закрепился. Во второй, третьей или четвертой паре мы его не видим, потому что там задействуем более молодых исполнителей. Он отлично прошел с нами тяжелейшие сборы. Мы благодарны, что он составил конкуренцию другим ребятам. Сам Андрей совершенно нормально отнесся к нашему решению, и расстались мы хорошо. Официальный сайт футбольного «Нефтехимика» сообщил о том, что состав команды пополнил новый игрок. Выступающий в ПФЛ Нижнеканский «Нефтехимик» взял в аренду у Рубина 18-летнего нападающего Никиту Торгашова. Уроженец Саратова в Академии казанского футбола с 2013 года, а прошлый сезон провел в молодежной команде «Рубина», сыграв 10 матчей в чемпионате страны. «Нефтехимик» на старте чемпионата ПФЛ в зоне «Урал-Поволжев» сыграл ничью с «Зенит» и «Жевском». Тогда матч закончился безразультативной ничьей. И на своем поле с «Мордовией». Также в ничью на этот раз команды по разу обменялись голами. Ну и вполне возможно, что новобранцы мы увидим на поле уже в четверг. На выезде «Нефтехимик» сыграет против «Новотроицкой Носты». С момента последней встречи коллективов прошел целый сезон. Помятуя о последнем сезоне ПФЛ, в котором встречались команды в 2015-2016 годах, можно отметить, что победить нашу команду «Новотроичанам» так и не удалось. Тогда в первом круге на выезде «Нефтехимик» разгромил соперника со счетом 6-1. После на домашнем поле в рамках второго круга первенства того же сезона в сухой держал победу со счетом 3-0 и уже в круге третьем пополнил копилку третьей победы со счетом 2-1 на выезде. Как сложится история противостояний после перерыва в целый сезон узнаем в четверг. Матч пройдет в «Новотроицке» к началу в 16.00, а прямую трансляцию сможете увидеть на официальном сайте футбольного клуба «Нефтехимик». Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР» прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40770, а также по средствам с сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. 2 августа в Нижнекамске синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Днем 26 градусов. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Теплый обещает быть и вторая половина недели. Спонсор рубрики «Нижнекамск на даче» – магазины и сервисные центры «Технорай» и компьютеров. Сегодня мы на даче у Александра Никонова. Он легенда нижнекамской журналистики. Многие годы был главным редактором газеты «Ленинская правда». Я имею простой, типичный огород. Огород, конечно, не совсем типичный. Здесь все сделано правильно. При благоустройстве территории использован самый передовой опыт любительского садоводства и огородничества. Ко всему, начиная от забора – научный подход. Сейчас стало модным как-то изготавливать заборы профнастилом. Я не сторонник таких заборов. Почему? Потому что они должны быть обязательно воздухопроницаемые, ветром должны вдаваться растения. Слева от входа оригинальная многоуровневая клумба. Когда-то была песочница, но она была переоборудована за ненадобностью. Внуки выросли. Мозаика выложена из крышек от пластиковых бутылок. «Мое искусство, которое семейные осуждают. Вот нарисовал так вот зайчика. Вроде встречает гостей с хлебом и солью при входе». Еще один элемент ландшафтного дизайна – беседка. Александр Михайлович построил ее в прошлом году, и она сразу стала любимым местом отдыха. А вот этот забор несет не только декоративную функцию. Он защищает от ветра и избавляет хозяев от необходимости подвязывания помидоров. Эти помидоры дебарао, обычно они бывают высокие, даже двух метров более. И чтобы как-то избавиться от этих подвязок, мы сделали так вот. Ну, просто решетка. Они подрастают. Подросли чуть. Мы, значит, в ту сторону. Там он растет. Потом, когда удлиняется этот приросток, по ту сторону тоже заходим сюда. И вот получается, значит, вот так вот сцеплено вот этой решеткой. Теплицу огорода Никоновых украшает семья аистов. Они тоже сделаны золотыми руками хозяина. Где-то они прилетели лет пять уже. Ну, мы так договорились, чтобы они улетали с огорода. Ну, прижились вроде нормально. А это овощные грядки. Точнее, грядки короба. Почвы, получается, приподнятые. Быстрее прогревается почва. Потом, значит, очень удобно ухаживать за растениями. Удобство заключается в том, если мы, например, поливаем или удобряем, все идет по назначению, никуда не рассекается. Дорожки забетонированы, потому здесь всегда чисто и нет сорняков. Еще одно преимущество таких грядок – них легко сажать весной под пленку. Пленку с этой стороны закрепляем просто намертво речкой и накидаем туда. Когда потом пленку нужно будет убирать, не надо. И тут кирпичи накладывали, землей присыпать мы. Просто снимаем, пленка чистая, свернули, все. И это далеко не все интересное, что есть в огороде Александра Никонова. Потому мы приедем к нему еще раз через неделю. Так что продолжение следует. Продолжение следует...